Всем привет! Вы опять слышите Лёшу Халецкого. И это будет совсем небольшое видео, посвящённое фаст-клику, или быстрому клику в цивилизации. Вообще, ну, я это видео делаю, потому что тут возникли кое-какие разногласия. То есть, хочу просто визуально показать, что к чему, почему произошло так или иначе. Ну, а моим подписчикам, зрителям, думаю, будет интересно узнать вот обо такой, так сказать, технической особенности одновременной игры в цивилизацию, как быстрый клик. Ну, вы, в принципе, видели в дуэльных играх часто, как это происходит. Вообще, быстрый клик имеется в виду, когда ваш соперник передвигает свои юниты или нападает на ваши быстрее, чем вы. Вот давайте на примере. Вот сейчас у меня стоп-картинка стоит с последней дуэльной игры, которая у меня выложена на сайте, против Кулкета. Давайте сейчас я её запущу. Итак, стоит мой раненый метколучник, которого я хочу спасти, а Кулкет следующим ходом убить. И он быстрее меня его убивает. Вот это фаст-клик. Опять остановлю видео, чтобы пояснить. Ну, как сказать, в пошаговой игре, конечно, вот такая штука, как фаст-клик, она, ну, странная. Но, к сожалению, другой на данный момент возможности играть в сетевую циву у нас нет. Поэтому пользуемся тем, что есть. И лично я против фаст-клика ничего не имею. Я тормоз, мой соперник с более лучшей реакцией. Ну, как по-другому тут, собственно, выходить из ситуации. Давайте теперь разберём покадрово. Сейчас я уменьшил скорость в 10 раз. И каждая секунда – это одна десятая секунда в реале. Вот я шифтом у меня передвинулся мой дуболом. И ход ещё не начинается. Ещё идёт ход... Передвигаются... Вот идёт ход городов-государств. После этого передвигается варвар. Появляется надпись «Начался ваш ход», но ход ещё не начался. А на самом деле ход начинается, когда вот на таймере появилась рисочка. И всё, мой метколуг убит. Итак, когда появляется надпись «Ваш ход начинается», на самом деле вы ещё не можете передвигать свои юниты. И только при появлении движения, ну, такой полосочки маленькой на таймере, ваши юниты могут двигаться. Видимо, в это время идёт синхронизация между игроками, что у всех ход начался, и вы тогда можете передвигать юниты. Теперь вообще я конкретно сделаю покадрово. У меня... Я записываю видео с частотой 10 фпс. Чтобы меньше было места, не 25 фпс, а 10 фпс. То есть 10 кадров в секунду. Это значит, что каждый кадр – это будет одна десятая секунды. И ещё отмечу, просто для сравнения, Федерация Лёгкой Атлетики внезапно... Тут мы внезапно в лёгкую атлетику уходим. Итак, Федерация Лёгкой Атлетики считает, что если спортсмен среагировал на выстрел быстрее, чем одна десятая секунды, то он совершил фальстарт. То есть у профессиональных спортсменов, тренированных, реакция должна быть медленнее одной десятой секунды. Вот давайте примем это за данность. Итак, сейчас будем смотреть покадрово. Итак, вот это кадр. Перед кадром, на котором появится надпись «Ваш ход начинается». Вот кадр с надписью «Ход начинается». Сколько же пройдёт кадров до запуска таймера? Раз, два, три, четыре, таймер пошёл. И с этого момента я могу двигать свои юниты. Считаем, сколько прошло кадров, ну или десятых секунды, до того момента, как мой юнит будет убит. Раз, два, три. Вот на третьем кадре, как видите, ещё не прорисовано убийство, но надпись на экране появилась. Во время защиты «Ваш композитный лук» был уничтожен персидским бессмертным. Итак, три десятых секунды. Это выше крыши, чтобы среагировать и мне, и выше крыши моему сопернику, чтобы походить. Все эти кадры вы можете посчитать самостоятельно. Для этого я перед всем этим оригинальное видео оставил. То есть, если не доверяете моим подсчётам или считаете, что это какой-то фотошоп, тоже можете посчитать. Три десятых секунды – это три. По идее, если верить Федерации Лёгкой Атлетики, это можно три раза стартануть и три раза походить. Вот это фест-клик. Я против этого ничего не имею. Я сам тормоз, не успеваю. И, слава богу, хоть так можно играть в сетевую цивилизацию. Более того, Кулкэт не самый быстрый фест-кликер. Тем более, что иногда я его обгоняю. Поэтому меня это особо не волнует. Вот давайте, например, посмотрим фрагмент игры против Сингапурца. Помните? N-Turn Fast. Этот чувак побыстрее, конечно, кликает. Итак, вот пример. Мне надо спасти метколучника. И сейчас начнётся ход, как только я на эксторон нажму. Успели я его увести. Нифига. Ничего не происходит. Он убит. Опять разбираем покадрово. Перед началом хода, начало хода. Раз, два, три, четыре. Таймер пошёл, убит. Итак, здесь получается от 4 до 5 десятых до начала хода. То есть от начала хода до начала движения таймера. И от 1 до 2 десятых до убийства юнита. Вот это самое быстрое, что я вообще видел в играх со мной. Точнее, думал, что видел. Но о другом дальше. Вот, чувак, ну, может быть, если было бы больше кадров, можно было бы точнее посчитать движение. Но, в принципе, за 2 десятых секунды убить тоже вполне реально. Ещё раз обращаю ваше внимание, что ход не начинается, когда появляется надпись «Ваш ход начался». Более того, если вы ещё раз вот отмотаете назад и посмотрите по кадру, вы увидите, что, несмотря на то, что надпись появилась, «Ваш ход начался», таймер ещё даже не переключился на новый отсчёт. То есть там оставалось 88 секунд, а он переключится на 91, потому что у кого-то, видимо, появился новый юнит на этом ходу, и времени, типа, даётся больше, и он ещё только переключится через несколько десятков секунд. В принципе, на время, когда начнётся вот само движение таймера, что может влиять? Я так думаю, что влияет, естественно, пинг между игроками, но вот в нашем случае, видите, 423 миллисекунды, с Кулкэтом было 90 миллисекунд. Но 90 миллисекунд – это 9 сантисекунд или 9 сотых секунды. 90 миллисекунд – это 9 сотых секунды. Ну, можем округлить хорошо до одной десятой как раз. С сингапурцем, считайте, у нас пинг 4 десятых секунды. Собственно, поэтому движение таймера с сингапурцем началось позже. Я думаю, что вот была синхронизация данных между игроками. Плюс в данном случае я медленнее могу ходить из-за того, что, видите, у меня, как-то сказать, был выбран юнит, который я пытался спасти, но не был центрирован на нем экран. А в начале хода игра центрирует на выбранном юните экран. Таким образом, как бы, получается, я теряю концентрацию, экран двигается, а мой соперник уже успевает в это время походить. И вот он убил быстрее, чем я смог среагировать. Вот это примеры фаст-клика. Это действительно быстрый клик. То есть я могу точно так же реагировать, как и мои соперники, но так как я тормоз и так далее, у них реакция просто выше. Но, тем не менее, и против Кулкета, и против Энтурнфаст бывали моменты, когда я их все-таки тоже опережал. То есть здесь кто быстрее среагирует. Сейчас же я вам покажу из другого матча, который недавно произошел, который вызвал, собственно, много споров. Но это все в текстовом виде было. Я хочу просто на видео продемонстрировать. Вот я показал примеры фаст-клика и другой пример. И узнать ваше мнение вот по поводу такого... Я не знаю, можно ли это называть фаст-кликом. За то, что я посмел возмущаться этой ситуацией, я уже получил погоняло обиженный великий стратег, поэтому можно меня вот так теперь увеличать. Очень классный, по-моему, ник. ОВС можно сокращенно. Или можно ВСО. Великий стратег обиженный. ВСО или там ОВСО. Ну, в общем, вот картинка, смотрите. Я дальше особо выбирать не буду. У меня там 10 часов снято. Очень много файлов. Просто открываю файл и нахожу, где какие-то столкновения, ну, где убивают мои юниты. Просто убийство лучше видно, чем ранение. Значит, ситуация следующая. Это командная игра. Два человека против двух человек. И на этом стоп-кадре у меня под ударом сразу два юнита. Справа, там немножко светится область, но вы дальше увидите, там находится мой гетайр. Вот он. Вот в такой ситуации. И следующим ходом его убьет индус. Здесь же на основном стоп-кадре видите при смерти мой голиас. И следующим ходом его убьет сиам. Значит, из двух этих юнитов я пытаюсь спасти голиас, потому что гетайр в данном случае уже выполнил свою миссию, которые его там посылали. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что игрок, который играет за сиам, ходит помедленнее. Здесь у меня хоть есть какие-то шансы спасения. Теперь вот смотрите оригинальное видео и что происходит. Точнее, даже не так. Не спасти голиас, а им выстрелить хотя бы по вот индусскому голиасу. Итак, смотрим. Все, все убито. Все мои, оба моих юнита убито. Ну что, посмотрим так полюбившееся вам покадровое разложение видео. Для начала конец хода. И вот сверху, смотрите, это я шифтом передвигаю каравеллу. Но шифтом, это я сейчас остановил видео опять, шифтом юниты двигаются в конце предыдущего хода. Вот поэтому голиас получил ранение. Но моя каравелла, в принципе, тоже получила ранение. Это произошло в конце предыдущего хода, чтобы не было каких-то кривотолков. Итак, ход перед началом. Надпись «Ход» начался. Раз кадр. Два кадр. Убит мой гитар. Хотя рисочка на таймере только сейчас появилась. И следующим кадром убит мой голиас. Красота, не правда ли? Это не фаст клик. Это клик from the future, что ли. То есть, мой гитар убит еще до того, как я могу вообще ходить в принципе. То есть, тут дело даже не в реакции. Потому что здесь никакой реакции уже не надо. У тебя начинается ход, а юниты все твои убиты. Вот я вам показываю. Тут никаких десятых, двух десятых секунд не надо. Вот происходит все так. Да, вы мне сейчас скажете «Хорошо», но ведь у Сиама он все-таки, получается, убил на второй десятой секунде. То есть, как вот Эн Турнфест он действовал. Да. Но теперь внимательно посмотрите на запись. Вот написано «Во время защиты ваш гитар был убит Индиан Найт». Видите? А следующая надпись «Ваш голиас был бомбардирован городом Си Сачаналай». То есть, если бы Сиам убил моего юнита своим юнитом, возможно, еще как бы, ну, нормально. Это было бы как Эн Турнфаст. Но при расстреле городом вы тратите больше времени на действие. Потому что город нельзя выбрать как юнит вот перед началом хода. Вот видите, у меня был выбран голиас, я готовился его передвинуть сразу. Потому что у меня был выбран, а мне достаточно было одного клика сделать, чтобы его передвинуть. Город же так сделать нельзя. То есть, мой соперник выбрал какой-то юнит рядом с городом или в самом городе. Потом в начале хода ему первый клик надо нажать вот на город, где появляется этот кружочек для обстрела. И вторым кликом навести на юнит и выстрелить. То есть, ему надо два сделать клика и при этом еще навести на юнит. То есть, если индус сделал один клик, у него там юнит находился рядом с моим гитаром и убил его. Я не помню, там у него либо рыцарь был, либо пикинечик, я точно не помню. То есть, здесь два клика. Вот поэтому небольшое расхождение. И вот вопрос. И это в течение всей игры. То есть, здесь вообще даже нету какой-то речи о фаст-клике. Здесь ход у соперника происходит до того, как вы можете походить. Это не фаст-клик. Это минус фаст-клик. Это какой-то предупреждающий удар. Я не знаю, как это объяснить. А если соперник еще использует и шифт-ход, то у него получается два хода раньше, чем вы вообще можете сообразить. И если при фаст-кликах, которые я вот в начале видео показал, вы как бы, ну, проигрываете, убивается юнит, но вы еще можете сообразить, что вы можете дальше делать, то тут в начале хода, когда у вас еще ход не начался, уже один юнит убит, а другого уже начинают обстреливать, и у вас просто в голове паника происходит. Это слишком быстро. Кроме того, чтобы победить таких соперников, их, получается, надо быть просто на голову сильнее их в стратегическом плане. Спрашивается, а нафига мне это нужно? Что это, в чем стратегия? Я хочу играть с равным соперником, у которого я могу научиться тоже стратегическим штукам. Вообще, в принципе, в цивилизацию побеждают, если применяют какую-то стратегию, которая сильнее стратегии противника. Здесь же, когда два человека быстрее вас ходят, то есть они ходят еще до начала вашего хода, причем вдвоем, это даже не в два раза, считайте, преимущество увеличивается, а в четыре по экспоненте. И если в дуэли еще это можно хоть как-то вытянуть, хотя я предупреждал своего соперника, я ему честно после игры сказал, что это просто невозможно, это нереально так играть. Тут никакой стратегии нету, это сплошные нервы и никакого удовольствия от игры. То в командной игре, когда два человека с такой скоростью, это превращается во что-то невообразимое. Я не ставлю под сомнение мастерство наших соперников. Я ставлю под сомнение смысл игры, когда один из соперников имеет необоснованное преимущество. Причем преимущество, которое очень сильно влияет на игру. Одно дело играть против соперника, который слабее, а другое дело, когда равные соперники играют. И такое преимущество, когда ход происходит до моего хода, это слишком жирно для пошаговой стратегии. Фаст клик есть, я против него ничего не имею. А есть вот такое. Причем с таким я столкнулся только при игре против этих соперников. Я не знаю, может есть кто-то еще более круто, может кто-то ходит вообще, еще когда таймер предыдущего хода не закончился. Расскажите мне, пожалуйста, я не против. Но в данном случае я вам, пожалуйста, вот на пальцах, на видео рассказал и показал, в чем проблема. Если вы это не считаете проблемой и для вас нормально, и вы готовы играть против такого преимущества, то я не возражаю. Ваше дело. Но я говорю, что я против таких соперников играть просто не буду, потому что это не стратегическая игра. Я хочу проигрывать соперникам, которые меня превосходят в стратегии. И это было, это видео я вам показывал, где я проигрывал. Там соперник меня превзошел стратегически. Здесь же что-то из области Гарри Гудини, Дэвида Копперфильда и перемещений в пространстве и времени. Я в этом не разбираюсь, я только в ЦИВе разбираюсь. Так что извините меня, пожалуйста. Все, спасибо, что досмотрели до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Подписывайтесь на мой канал. И вот то, что я вам показывал, вот это вот последнее видео, возможно, я все-таки сделаю эту командную игру. Но там наснималось очень много. Очень много. И, блин, я не знаю, сколько я это еще монтировать. Я даже, точнее, не приступал даже. Я только вот сейчас быстро просмотрел, чтобы выбрать какой-нибудь кадр для показа супер перемещений в пространстве. А пока даже не начинал. Но, надеюсь, все-таки, не знаю, до выхода дополнения или после уже. Все. Вот на этом уже все. Покеда.